Здравствуйте, с вами снова Мистер Снейк. Это будет такой пробный летсплей текстового квеста. Не знаю, может быть, даже первый блинком он будет с косяками, потому что я пишу разными совершенно программами, и потом придется все это синхронизировать. Ну, короче говоря, посмотрим. Это, да, революция, но просто потому, что в революции все текстовые квесты открыты. Просто в перезагрузке их необходимо открывать. Здесь как-то попроще. Надеюсь, они не менялись. Вот. Ну, и начну я со своего любимого текстового квеста, раз уж вы ничего не предлагаете. Это злой гений. Как вы можете заметить, вот, довольно большой у него по времени он сам. Вот, поэтому усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Так, ну, читать я, конечно же, ничего не буду. Если хотите, паузите. Здесь можно сразу свалить, но мы этого делать не будем. Так, и мне нужно обязательно, наверное, спросить, что мне вообще делать. Чтобы вы могли просто это прочитать. Все так, наверное, я все это спросил. Ну, и начинаем завоевывать мир. Кстати говоря, этот квест сделан по игре Evil Genius, одноименный. Вот, она... Не знаю, я бы не сказал, что она интереснее этого квеста. Я в нее играл. На нее есть хорошее прохождение на ютубе, на русском даже. Можете посмотреть. Так она мне не очень понравилась. Какая-то она долгая, нудная. В общем, пройти этот квест можно получить, наверное, даже больше удовольствия, чем, в общем-то, сыграть в эту игру. Хотя, может быть, просто только такое мое мнение. В общем, не знаю. В принципе, она интересная. Говорю, ну, просто она сама по себе очень долгая. И мне не хватило на нее терпения. Вот так вот, наверное. Поэтому я такой предвзятый оказался. Так, ну ладно. Значит, можно как проходить этот квест. Есть два способа. Один жуткий такой. Мы будем нарываться и искать себе проблемы. Ну и, в общем-то, соответственно, будем их получать. Либо можно сделать все по-тихому. Я, наверное, буду использовать и те, и те фишки. Просто, чтобы чуть-чуть побыстрее было. Сначала нам нужно построить какую-нибудь из вас, пока у нас есть деньги. Потому что мы можем нанять только ноль миньонов. Вот три рабочих у нас есть, которые могут что-нибудь построить. Построим изначально бараки. Ну и на этом дне у нас ничего нельзя сделать. Поэтому организуем одно ограбление. из троих военных все отправляемых. Вот они нам принесли 35 тысяч каких-то. Ну, военные на самом деле приносят грабежом очень много кредитов. Вот. Еще второй способ заработки через рабочих. Там, конечно, все поменьше. Так. Ну, все. Больше нам ничего сделать нельзя. Кстати, еще надо вот эти вот за вот этими следить, когда вас игнорируют, и миньоны рады вам подчиняться. Потому что это очень тоже два важных параметра. И вот этот параметр тоже очень важен. АМ это проект Адская машина, по-моему. Так. Все. Нанимаем. Увольняем миньонов. Сначала рабочих. Десяток. И еще десяток. Все. Отправляем запрос. отдыхаем, потому что можем организовать еще одно в общем-то ограбление. Но тогда нас перестанут игнорировать, наверное. Ну, ладно. Давайте обратим на нас внимание. Просто когда нас перестанут игнорировать, то начнут на нас нападать. Вот. Обратили внимание. Ну, по крайней мере, сейчас ничего не должно быть такого. А так, если ну, вы уже показали себя, так вам будет приходить всякие шпионы, военные. Вам придется защищаться и иметь вот этих много миньонов. Так что имейте это в виду. Так, теперь у меня свободно 20 рабочих. Давайте построим еще один баракин. И вздремнем. Ага. Никто у меня сейчас нет, поэтому заработаем деньги каким-нибудь другим способом. отправим всех. И вот здесь можно угадать, можно не угадать. На самом деле, по-моему, никак не определить, в общем-то, что именно и в каком городе нужно продавать. Так что, если вы угадаете, вот если вам написано, как смогли, это значит плохо, можно было и лучше поторговать. Вот. Прикольно так. Мы типа за такого злого играем. Вообще, на самом деле, все игры, где вы отыгрываете злого персонажа, сделаны более прикольно, чем когда это наоборот. так что я такие игры люблю больше. Ну, ладно. Наверное, еще один, а нет, нам на еще один барак не хватит, тогда подождем, заработаем. А что, нам можно еще нанять миньонов? Да, еще 20, что можно миньонов нанять, поэтому давайте их наймем. Рабочих. Блин, 10 нанял, сейчас тогда еще 10 наймем. Так, мы все, отправили запрос, теперь зарабатывать деньги каким-нибудь другим способом. Отличный план всех рабочих при бомбасе, ну, допустим, здесь. Ну да, опять я не угадал. Ладно. По крайней мере, когда мы так зарабатываем, то нас не обращают внимания. Сейчас построим блин, не хватает нам денег, установим побольше зарплату, на 200 кредитов и им будет нормально. сейчас заработаем еще чуть-чуть денег и военных немного наймем, чтобы они нам уже побольше приносили. так, нет, плохо, опять не угадал. У нас уже 100 тысяч кредитов есть. Кстати, осталось ноль ученых, наш проект будет чуть-чуть притормозиться, это наоборот не на руку, поэтому я ученых сейчас нанимать не буду. Сейчас мы построим еще одни бараки. Кстати, зачем здесь строить дополнительные лаборатории, я что-то не знаю. Вроде и так ученые довольно легко справляются со своей работой. Вот, сейчас я, по-моему, угадал, да? Нет? А, скупо похвалили экономиста. Ну, вот видите, сразу очень много денег. Так, и теперь наймем военных. Ну, естественно, побольше. Только их там 27, можно нанять. Отправляем запрос. Ну, и теперь уже военные будут зарабатывать для нас деньги. мы построим еще одни бараки, чтобы было побольше военных. Сейчас еще раз заработаем деньги другим способом. Ну, например, вот так. Ага, вообще не кредит. Ну, это на самом деле редко бывает, что прям совсем не угадываешь. И в итоге все было зря. Так, я могу еще 20 миньонов нанять. Тогда давайте еще 20 наймем. все, и отдыхаем этот день. Так, военных у нас 50. Вот, и теперь организуем ограбление. Кстати, всех военных я вам не рекомендую отправлять, потому что они могут там вообще все помереть. Ну, обычно дохнет половина. Не понял, я что, не отправил, что ли, никого. так, видимо, я отменил. Так, и вот они нам довольно неплохо так денег принесли, 19 из них погибло. Ну, вот, примерно половина погибает, и если у вас погибнет много военных, то есть будет меньше 30, то вы отбиться в итоге не сможете от того, что к вам придет. Ну, а когда к вам придут, в общем-то, злое правительство, вас считают террористом, я единичка, но это, видимо, косяк, или я не знаю, что это за единица. Вот, меню на очень недовольны, наверное, нам нужно построить комнату отдыха, чтобы они чуть-чуть подовольнее были. Так, ну, и можно заработать дополнительно деньги другим способом. Например, вот так. Еще 54 тысячи. А можно, перевести здесь деньги туда-сюда, то есть даже на свой счет, но сейчас, так как я играю в непрохождение, поэтому это бессмысленно. Дополнительно у нас, по-моему, 666 кредитов есть, но они нам не очень помогут. Так что, в принципе, не важно. Сейчас наймем военных, которых мы потеряли, и построим еще один барак, и там уже ученых тоже наймем. Сейчас только... А, нет, они ничего построить не смогут. Да где же этот постройки базы, вот они. Построить бараки, и организуем грабление. Десятых, десятирых и пятерых. Вот. Еще нам неплохо. Так, военные подзаработали. Лучше, кстати, заработать деньги, когда у вас проект АМ будет достроен до 100%, потому что там придется потом закупать дополнительное оборудование, лучше, чтобы у вас деньги на это уже все были, потому что там придется сражаться против специальных агентов, и чем меньше их будет, в общем, чем меньше на вас будут там нападать, тем проще будет закончить этот квест. так, ну, консервацию базы мы, наверное, не будем делать, потому что у нас военных должно хватить. Вот. Чего они там? А, ну да, напало 27, каждый военный может на себе взять 2 единицы врага, и, в общем-то, мы отобьемся. 16 военных у нас осталось, сейчас мы наймем еще десяток и еще десяток. отправим запрос, наймем ученых, пятерых не будет достаточно, и, так, ну ладно, одного еще отправить запрос и еще рабочих. Тут уже мелочиться не будем на все оставшееся, потому что мало ли чего, мне до сих пор очень недовольны, поэтому нужно им еще одну комнату отдыхать, бабахать, и восстановить зарплату пока 300. Так, приказать военным защищать базу, ну, сейчас у меня будет плюс, поэтому наймем еще военных, так, и наймем еще военных, потому что я опять не на ту кнопку нажал, пятерых, еще одного, еще одного, все, отправить запрос, так, и пока заработаем деньги каким-нибудь другим способом, потому что военных у меня не очень много, так, ну, и давайте железяки вот сюда вот, да, не очень много мы заработали, ладно, кстати, военным защищать, ну, и вот об этом я и говорю, то, что военные не копятся в итоге, давайте тогда построим еще один барак, и там еще военных, потом закупим, так, осталось у меня 16 военных, наймем сразу много, сколько там их можно будет, 40, 50, 50 военных, отлично, и наймем еще троих ученых, все, отправить запрос, ждем, ученые у нас все закончились, но у нас, кстати, нападать перестали, у нас есть 66 военных, давайте организуем ограбление из 30, все, отправить минюнов на ограбление, они так неплохо нам принесли, и еще военных добавим, тех, которые мы потеряли, так, и ученые тоже у нас подзакончились, поэтому с этим тоже разберемся, так, военные пусть нас базу защищают, и организуем еще одно ограбление, отправим 20-х, хотя пофигу, пусть 25 идут, так, военные, 10, 10, отправить запрос, ученые 5-ых, отправить запрос, далее, все идет хорошо, военные защищают базу, так, организовать ограбление, 10, 10, а, да, нет, 5, отправить им, ученые там у нас должны были вроде закончиться уже, или еще есть, так, что-то не ожидаю, еще 5 ученых есть, давайте еще заработаем, нельзя, что ли, уже просто так заработать, ну ладно, да, еще военных наймем, которые у нас уже умерли, и ученых, да, все довольно обычно, потому что сейчас уже достроено, доразрабатывается в ТТАМ, а можно наверное лабораторию построить, и будет как-то побыстрее это все двигаться, но места на базе не очень много, я бы лучше еще дополнительно бараков каких-нибудь построил, чтобы проще было защищаться военным, так, 25 человек отправить на ограбление, еще 30 нанять, все идет хорошо, 83 ученые у нас, как он знает, вот они два еще есть, нужно еще нанять, просто там ученые потом вообще не будут нужны, потому что вам для проекта АМ детальки нужно будет за свои деньги покупать, поэтому в общем-то в дополнительной лаборатории смысла особо нет. Так, давайте еще одни бараки построим и еще военных туда, а, они только чуть позже построятся, можно нанять 7 миньонов, а, ладно, отдохнем, короче. Так, все ученые кончились, но прибыло еще 10, военных у нас 51, закажем еще 23 военных, отправим запрос, организуем ограбление, из 25, так, и отдыхаем, военные защищают базу, так, и все, АМ разработан, теперь вот нам нужно вот столько лобифига денег, чтобы, в общем-то, закончить прохождение этого квеста, подчинить себе весь мир, ну, здесь одна планета только имеется в виду, но тем не менее это такой маленький мир, и вот сейчас начнется самое интересное. так, на каждом ходу естественно нужно покупать элементы для адской машины, потому что иначе здесь не очень круто будет застрять. организуем ограбление, потому что возможно денег не хватит, потому что я не помню сколько нужно именно для этого. военных сейчас нанимаем чуть побольше. Здесь сейчас кроме военных нам вообще никто не нужен, поэтому нанимаем, будем нанимать только их. Так, вот к нам приходит первый, в общем-то, убийца, ну, он, как вы можете по диалогу тут заметить, ничего не стоит его победить, можно позвать вот этих двух парней, но тогда миньоны не будут нам рады подчиняться, если они устроят бунт, то, по-моему, квест будет провален. Так, ну, и вот так вот можно ответить, и, в общем-то, он будет тогда за вас, вот, если я предложу тебе больше, и тогда он сладко захрапели, тогда он прибавится к рабочим, в общем, но следующее будет убийца потруднее, так, я организую ограбление сейчас из 20 военных, еще чуть-чуть военных найму, так, и 20 военных найму, блин, я же не купил для адской машины, слава богу, никто не пришел, так, ну, давайте тогда еще ограбление организуем, еще 20-рых отправим, еще 20-рых наймем, так, окей, ждем, военные защищают нашу базу, и к нам вот малок, или кто это, а, просто военные отвечают, вот, ниндзя напал на нас, это на самом деле сложный, довольно противник, его победить практически нереально, потому что здесь все зависит от рандома, типа камень, ножницы, бумага, если вам повезет, его победите, вот, а если не повезет, то вы потеряете свой меч, и второй раз рисковать я вам не советую, потому что смерть здесь равна прохождению этого креста с самого начала, поэтому вот кого-нибудь позовем, и все. Так, ускорения не меньше. Но все равно мне миньоны рады подчиняться, поэтому это было не важно, то, что мы кого-то позвали, а самое главное, квест мы не провалили, деньги у нас еще есть, военные у нас еще есть, блин, я опять, по-моему, не купил ничего. А вот бомбу можно обезвредить. Так, это довольно простое задание, покопаться в бомбе сначала нужно, вот мы находим такую подсказку и начинаем резать провода. На огонь светой это понятно оранжевый, мрак ночной понятно, что это черный, небесный свет это синий, да, если голубого нет, растений цвет это зеленый, солнечный звон, но это, видимо, должен быть желтый, а может быть и красный, но красный это пожар в крови, значит, желтый. Так, и снежный ком это белый, знамя любви это розовый и пожар красный. Все, мы обезвредили бомбу, покупаем. Давайте линзы купим. Так, военные у нас еще есть, поэтому все хорошо. Военные защищают базу, к нам приходит пеленг, которого можно просто подкупить, ему всего 100 тысяч надо, у нас такие же деньги естественно есть. Так, покупаем элементы, купить реактор, далее, денег нам должно хватить, военные у нас еще есть, давайте их чуть-чуть еще наймем, конечно, что нам мелочиться, наймем десяток, отправим запрос, и так, 31 военный остался, и вот, это, наверное, самый интересный этап квеста, здесь на самом деле очень легко проиграть, этому мало, если не знать, чего делать. Так, я буду играть с ним, а здесь сколько патронов, я забыл, где-то здесь должно быть подписано, патронов обоими 15, ему нужно оставить, чтобы он стрелял, 5 патронов, соответственно, плюс 4, это 9, еще плюс 4, это, сколько там получается, 13, вот, если мы сейчас оставим 13 патронов, то, в общем-то, он проиграет, то есть, делаем 2 выстрела, он нам оставляет, а, ну, это мы ему оставили 13 патронов, он нам оставляет 12, значит, мы ему должны оставить 9, делаем 3 выстрела, он снова стреляет, оставляет нам 7, мы делаем 2 выстрела, оставляем ему 5 патронов, ну и все, и теперь он никак не сможет выиграть, он нам оставил 4, мы делаем 3 выстрела, и оставляем ему 1 патрон, и он умирает, вот так вот проходится это, спокойно ложимся спать, и, кстати, не знаю, кто приходит после Малака, потому что, тут обычно я заканчиваю этот квест на вот этом месте, начать запускаться на машине, вот это не отвечайте, иначе провалите квест, и, разумеется, я передам контроль над планетой, задание выполнено, спасибо, в общем-то, за внимание, прошли этот квест, до новых встреч, удачи, надеюсь, еще увидимся.